Приветствую вас. Дело в том, что ситуацию, которую вы описываете, необходимо разобрать, что я сейчас и сделаю. Но, скорее всего, за ней, за этой ситуацией, кроются другие, более глубокие, более серьезные, более важные причины, которые также будет необходимо выявить и разобраться. Итак, вышел из коммуникации мужчина, с которым отношения складывались великолепно. С его стороны, был серьезный настроен на развитие отношений, пишите вы, влюбленность, планы, подарки, желание быть вместе в свободное время. Ну, я полагаю, что здесь ключевое слово влюбленность. В том смысле, что влюбленность не есть любовь, и что влюбленность это все-таки больше порыв, больше страсть, больше идеализация. Мне показалось, что вы и мужчины далеко уже не дети, это достаточно взрослые люди. Вот. И, соответственно, я полагаю, что вы должны знать, что влюбленность это не то чувство, на котором можно построить серьезные отношения. То есть, влюбленность неплохо для начального этапа отношений, влюбленность неплохо для задавания общего тона, но для серьезных отношений нужно что-то больше. Подарки, желание быть вместе в свободное время, к этому не относятся. Ну, хотя бы потому, что быть в свободное время вместе, это скорее что-то детское. Особенно между взрослыми людьми. То, что вы говорите, что у него был серьезный настрой, я вам верю, верю, что он у него был. Но очень важно понять, что это значит. То есть, что вы вкладываете в понятие серьезный настрой, что это такое для вас конкретно. Ибо то, что вы можете считать серьезным настроем для него, для мужчины, может быть совсем или чем-то, ну, совсем другим чем-то. Потом, вы пишете, у него появились некоторые проблемы, о которых он рассказал, и я убедил их в их наличии. Здесь вы говорите скорее об отсутствии доверия. То есть, вы говорите о том, что вы не доверяете своему мужчине. А это значит, что вы полностью себя не принимаете. Если вы не доверяете. То есть, понимаете, какой барадокс? Серьезный настрой есть? Подарки есть. Влюбленность есть. Желание проводить свое свободное время? Тоже есть. А почему-то доверие? Нет. Я, конечно, не знаю, как происходил процесс раскрытия проблем мужчины вам. Но я однозначно могу сказать, что если он сделал это сам, не под вашим давлением, это одно. Но то, что вы говорите, что вы убедились в их наличии, значит, вы сомневаетесь. А это значит, что для вас более важно построить отношения с мужчиной. Вам важны отношения, вам нужны отношения. И вопрос, конечно, заключается в том, для чего. Зачем вам отношения? Сказал, что нужно время разобраться в себе, взял паузу в отношениях. Ну, к сожалению, вы не приводите здесь никаких описаний проблем у мужчины. То есть, проблемы, они могут быть разные. Могут быть проблемы физические, а могут быть проблемы психологические. И если человек говорит, что ему нужно разобраться в себе, то, скорее всего, проблемы психологические. Психологические проблемы могут решаться достаточно долгое время. А особенность, ну, их особенность этих проблем заключается в том, что по окончанию решения проблем. Человек может измениться. Человек может принять какие-то решения для себя. Могут переоценить приоритеты, которые у него есть. Могут начать думать по-другому. То есть, характер проблем, его отношение к ним, ваше отношение к этим проблемам, характер вашего взаимодействия, а также время, которое вы знаете друг друга. Все это необходимо здесь учитывать. Спустя месяц, пишите вы, я ему написал, что хотел бы объясниться с ним и прояснить ситуацию, ведь сроки мы не обговаривали. Заметьте, спустя месяц вы ему написали, что хотели бы объясниться и прояснить ситуацию. Что значит объясниться? Сказать ему, что хотите вы? Задать уточняющие вопросы? Но ведь это можно было сделать сразу, вы этого не сделали. Если вы хотели этого, если вы хотели этого, то непонятно, почему ждали месяц. То есть, тут вот есть неточности и, скажем так, расхождение в понимании ситуации. То есть, мужчина, в зависимости от того, какие у него проблемы, мог ждать от вас поддержки, мог ждать от вас нежелания, так сказать, отпускать его. И то, что вы его отпустили, мог воспринять как то, что он вам не нужен с другой стороны. Если мужчина гордый или если вы знали друг друга не так много, он вполне мог действительно действовать в таком ключе. Но тогда, опять же, ваше поведение здесь нарушает его личные границы. Без данных, то есть, без тех данных, которые я озвучил, сложно сделать какие-то выводы, если честно. Скорее, это больше область предположения. Значит так, на смс он не ответил. Значит, не хотел, значит, это его право, значит, это его выбор и вам это нужно принять. Вы пишете, через две недели я написал ему второй смс о том, что он задел мое женское достоинство своим молчанием. Здесь вы превращаетесь в преследователя. То есть, вы прикладываете на мужчину ответственность за то, что ваше женское достоинство заделось. Вы стали думать о себе хуже, вы испытали негатив, но возложили ответственность за него на мужчину. Понимаете? Я прекрасно отдаю себе отчет аноним в том, что вы можете сказать. Андрей, я считаю, что мужчина должен был мне ответить, а вы предлагаете мне просто проглотить его неуважительное к себе отношение. Допускаем, что вы так скажете, я отвечу вам, что вы, конечно, можете считать так, если, ну, так удобнее, если так хочется. Но, к чему это привело такое восприятие? К чему привело ожидание? К чему привела, по сути, ваша обида? К тому, что вы оказались у нас на сайте, к тому, что вы все время думаете об этом мужчине, к тому, что он вам снится. Я не думаю, что это является чем-то позитивным для вас. А значит, я не считаю, что данная позиция для вас конструктивна. А значит, вам, если вы видите, что она вредит, нужно от нее отказаться. Но за ней что-то стоит. Есть некое обстоятельство, благодаря которым данная позиция стала возможной для вас. Есть некое обстоятельство, по которым его молчание задело ваше самолюбие, ваше достоинство. И эти причины, эти обстоятельства необходимо изучить. С тем, чтобы вы знали, что происходит и самостоятельно это корректировали, контролировали и регулировали. Не возлагая ответственности на мужчину, да и на любого другого человека за это. И тем самым становясь более независимой. А значит, более привлекательной для партнеров-партнеров. Ведь если у мужчины действительно есть проблемы, какие-то проблемы, вряд ли ему приятно читать от вас смс о том, всего лишь смс, даже не звонок, что он вас чем-то задел. И первая и вторая смс в вашем исполнении, в том, как вы это написали, звучит скорее как претензия. А значит, обесценивает его проблемы, мужчину. Вопрос в том, как мне реагировать правильно на возникшие ситуации внешне и внутренне. Ну, во-первых, уберите слово «правильно», ибо правильно реагировать нельзя. Вы уже отреагировали, с вашей точки зрения это не было правильно. Реагировать нужно так, чтобы это было максимально конструктивно и позитивно полезно для вас, и максимально конструктивно полезно для другого человека. Иными словами, те эмоции, которые вызвала в вас эта ситуация, необходимо разобрать, проанализировать и понять, что же вам не хватает, что вам нужно, и взять за это личную ответственность. Не так, как вы это делаете сейчас, перекладываете ответственность на мужчину, мол, это его молчание задело мое женское достоинство. А это, а я, я сама, сама оказалась уязвимой в этой ситуации. Почему? Вопрос уже куда более интересный. Почему вопрос уже куда более важный, что ли? Дальше. Вопрос пишите вы. Для меня остался открытым. Непонятны его намерения и решения. Исходя из игнорирования моих попыток с ним поговорить. Его намерения и решения, на мой взгляд, совершенно очевидны. Человек решает свои собственные проблемы и не хочет пока что с вами взаимодействовать. Вам его, конечно же, ждать не стоит. Но сам факт того, что вы ставите вопрос о том, ждать ли вам его или нет, говорит о том, что вы в нем нуждаетесь. Вы нуждаетесь в нем очень сильно, судя по тому, что вы описываете далее. А значит, речь идет о ваших потребностях и о ваших страхах. Например, страхах одиночества, страхах быть одной, страхах быть брошенной. Простите, быть брошенной. Ну и, судя по тому, что молчание мужчины задевает ваше женское достоинство, и в том числе о неуверенности в себе. И эти проблемы необходимо решить. Необходимо разобрать, вывести их в природу, пересмотреть, корректировать ваши отношения к себе и поведение. И тогда вас это все задевать не будет. И вообще, вам по большому счету будет все равно. Ждать человека, не ждать его. Никакая разница. Писать еще или нет? И что можно написать, чтобы все-таки выяснить причину и не быть назойливой? Писать больше не стоит, потому что два смс более чем достаточно, причем второе достаточно такое, негативное. Больше не нужно, не нужно, не стоит. Если вы хотите, конечно, с мужчиной выстраиваться серьезные отношения. Ну, то есть хотя бы в перспективе. Каковы могут быть причины его молчания? На самом деле, аноним, вам это ничего не даст. Ровным счетом, потому что какими бы ни были причины его молчания, вас все равно это не удовлетворит. А вы будете по-прежнему думать о себе достаточно негативно. С другой стороны, если причиной являются его собственные проблемы, а так, скорее всего, и есть, то вашу проблему, проблема неуверенности в себе и страха, например, перед одиночеством, это не решит. Поэтому говорить о причинах его молчания на самом деле не имеет никакого смысла. Но, если вы спрашиваете, я вам все же отвечу. Скорее всего, мужчина не хочет перед вами выглядеть слабо. Это первая причина. А вторая причина, это то, что он считает, что вы не сможете быть с ему хорошим партнером при наличии у него проблем. То есть, вот когда у него все было хорошо, вы могли с ним быть. Когда у него все плохо, с ним вы быть не можете. Ответственный ли за это вы, ответственный ли за это он, на самом деле, не важно. Важно другое, что он сейчас так решил. Поступает ли он негативно по отношению к вам, деструктивно и некрасиво? Да. Поступает ли он не по мышке? Да. Можно ли сказать, что это проявление силы? Нет, это скорее проявление слабости и даже какого-то детского поведения. Вот и все. Я мечусь между сохранением гордости, молчанием и естественным желанием узнать причину его поведения в мой адрес. Это не естественное желание узнать причину. То есть, желание узнать причину его поведения в ваш адрес не является естественным. Желание это продиктовано внутренней неуверенностью в себе и желанием доказать, что вы хорошая. То есть, соблюдение условий для того, чтобы вы думали о себе хорошо, ибо сейчас это восприятие себя подшатнулось. То, что вы мечетесь говорить также о сверхмотивации, вот именно сверхмотивации в желании построить отношения, что тоже является неестественным. Очень сложно абстрагироваться, когда в голове с утра до вечера этот вопрос. Но это напоминает навязчивые мысли. Навязчивые мысли это деструктивная форма реализации желаний. То есть, вы чего-то хотите, хотите вы этого постоянно, но это проявляется в вашем сознании в виде вот таких мыслей. По большому счету, необходимо определить, что стоит за этими мыслями, выявить истинное желание и его реализовать. По большому счету, навязчивые мысли это определенного рода запрет. Запрет на естественное удовлетворение своих желаний, на естественную реализацию своих потребностей и стремление к единственной возможной форме их реализации. Что, естественно, является искусственным сражением поведения человека. Последние два дня уже вас не снится человек, как наваждение какое-то для меня. Но это не случайно, и это говорит о том, что вас это серьезно задело. Причины я уже вам, в принципе, описал. На этом все. Все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!